После драки, как известно, кулаками не машут, но кое-кто оказывается готов подирижировать конечностями, даже если до драки дело так и не дошло. Подвыпивший минчанин уж очень хотел пообщаться с незнакомой парой. Когда объекты интереса укрылись в машине, мужчина не нашел ничего лучшего, чем навесить хук с правой прямо по лобовому стеклу. Видя такую агрессию, беременная девушка и ее спутник начали готовиться к самому худшему. Понять логику автобоксера попыталась Александра Штемплевская. В два часа дня в центре столицы, казалось, ничего не предвещало беды, но волею случая там пересеклись пути молодой пары и гражданина с собачкой. Вдруг на поводке беседу не поддерживала, мужчина очень хотел излить кому-нибудь душу, поэтому и попытался заговорить с первыми встречными. Очень настойчиво, ведь перед этим изрядно выпил. Беременная девушка с супругом на выходке пьяного решили никак не реагировать, а зря. Ради внимания к себе хулиган был готов проломить стены или как минимум окна. Все в машину супруги увидели, что молодой человек направляется к ним. Испугавшись за здоровье своей беременной жены, мужчина заблокировал двери в авто. А молодой человек, подойдя к машине и разозлившись, ударил кулаком по лобовому стеклу. От атаки стекло треснуло. Еще одна подача и осколки точно бы оказались в салоне. Девушка в положении, ее спутник поняли, что для этого собеседника ни стекло, ни металл для общения не преграды. И стали готовиться к самому худшему. Паре просто повезло. Случайно рядом оказался сотрудник милиции. Действие молодого человека заметил проходивший мимо сотрудник милиции. И он оперативно его задержал. После чего ему на помощь пришел подоспевший наряд сотрудников отдела департамента охраны. Молодой человек был доставлен в центральное РУВД Минска. Задержанный оказался местным жителем. Мужчине 37 лет. И в будни он, как правило, бережет чужое добро. Работает охранником. Зато в выходные движимое и недвижимое пришлось охранять от самого дебошира. Сейчас автовандал в изоляторе. И на главный вопрос, где хоть какая-то логика в его действиях, отвечает просто и банально. Во всем виноват алкоголь. Из-за бутылки водки мужчине придется ответить по статье хулиганства. И, вероятно, выплатить ущерб владельцам автомобиля. Александр Штемплевский, Виктор Шпак, Зона Х, Минск.